Хочу рассказать вам про свои отношения. Закончились они 4 года назад, почти 4 года назад. Приехал я с девушкой вместе в Москву, ну как приехал, я перевез ее сюда, потом... Сначала я приехал, потом привез ее сюда. Как бы нашел квартиру заранее, там подготовил рабочее место ей. Ну, короче говоря, сделал так, чтобы она себя здесь чувствовала комфортно. И когда мы ехали сюда, то есть, какие слова вообще были? Да блин, давай все вместе добиваться, да давай вместе будем трудиться, да это же, блин, правильно. Значит, ценить будем потом труд друг друга, и будем видеть, как нам обоим тяжело. Хорошие, грамотные слова, в принципе. Что в итоге, что вы думали, что получилось? Прошло буквально полгода. Девушка посмотрела, как другие живут девочки, как в Москве много денег, как тут хорошо. И такая, ну типа, а мне надоело ждать. Типа, я хочу сейчас. Типа, условно, мы ходим по магазинам, я хочу сейчас и здесь покупать, я не хочу чего-то ждать. Типа, я говорю, вот нельзя, ну типа, сейчас купить, условно, это пальто. Она, нет, я хочу сейчас, и все, мне похер, кто, что и как. То есть, я как мужчина пытался думать и распределять бюджет так, чтобы нам нам еще хватало, потому что кто только приехал, он, думаю, понимает меня. Я немного посмотрел на это, и последняя капля стала то, что человек, ну, был дома, разговаривал с мамой, я зашел тихо, она не знала, что я его слышал. И она говорит маме своей, типа, он так меня достал, да мне все надоело, туда-сюда, а в глаза она, короче, она мне улыбается, и слова не говорит. Так вот, к чему я это все говорю сейчас. Сказал я ей, что езжай как-то домой и собирай чемоданчики. А сейчас этот человек, спустя почти 4 года, смотрит мои сторис, не знаю, зачем, и наблюдает за мной. Ну, она замужем, она счастлива, как бы вроде. Ну, если смотрит мои сторис, наверное, она счастлива, да? Дамы и господа, что я хочу сказать. Если вы с мужчиной до конца, так будьте до конца в беде и в радости. Как бы тяжело и не было, рано или поздно успех придет, я уверен, к вашему мужчине. А если девушка с головой, женщина, запомните, вы шея, мужчина-голова. Вы, если будете помогать ему, оберегать его, все будет хорошо, я вас уверяю. Как-то так.